Христианский праздник, торжество православия, приходится на окончание первой недели Великого Поста. И это не случайно. Пост – это время особого покаяния, время особого несения христианами подвига и духовного, через молитву и телесного, через воздержание в пище и различных питьей. Поэтому очень правильно, что Церковь Христова установила празднование такого события, как торжества православия, то есть победы Церкви Христовой над юридическими заблуждениями. Более чем сто лет христиане терпели ересь, иконоборчество. Люди под страхом смерти спасали предметы почитания – иконы и мощи святых. Было это вплоть до IX века. Но вера христианская пронесла все эти гонения. У меня много икон, особенно Пресвятая Богородица, Нечаянная Радость и всех скорбящих радости. Праздник торжества православия знаменует окончание самой строгой недели Великого поста. Чтобы выдержать весь пост, нужна уверенность в себе. Она самая строгая. Понедельник на воде, дальше три дня хлеб и вода, и в пятницу тоже хлеб и вода, и в субботу и воскресенье только маслом можно. Я думаю, что нельзя делать во время поста – это грубить родителям, на них поднимать руку ни в коем случае, обзывать их, по меньшей мере стараться хулиганить, слушаться обязательно. Пройти весь путь поста, следуя всем предписаниям, стараясь вести достойную жизнь и есть настоящее торжество православия для личности. Чтобы православных христиан укрепить в том подвиге, который они так ревностно начинают и проводят в течение первой седмицы Великого поста, церковь действительно благословляет и подкрепляет их вот этим богослужением, вот этим праздником, вот этой соборной молитвой, которая совершается именно в этот день во всех церквах православных. Во время богослужения, в чтениях и молитвах поминались святые всей своей жизнью, доказавшие веру православную, которая призывает людей к праведной жизни. Вечная память Сейчас прославлялись все святые, которые принимали участие в становлении Руси и вообще все люди православные, священнические чины. То есть каждый человек — это образ Божий, надо об этом помнить.